Чер дорогие наши зрители! В эфире выпуск программы. День. Люди. События. День 3 марта. 3 марта 1920 года в Москве на Никитском бульваре открылся дом печати. Он разместился на месте дворца усадьбы князей Гагаринах. Неоднократно перестроенный, сегодня он известен как центральный дом журналиста. В начале 19 века особняк принадлежал Щербиной, дочери княгини Екатериной Дашковой, первого президента Российской академии. С 1836 года особняк перешел во владение графини Головкиной. В 1872 году дом на Никитской приобретает один из крупнейших представителей российского купечества. Приболов. В 1920 году по распоряжению Луначарского особняк был отдан журналистам. С первого дня членом правления дома был Маяковский. В 1920-е годы в доме печати проходили литературные дискуссии, выступали Брюсов, Ивнев, Марингов, Шершеневич. Новые названия центральный дом журналиста дом печати получил в 1938 году. Его быстро сократили и стали называть дом жур. В 1941 году издания дом жура журналисты уходили на фронт. В 1932 году в 1993 году рядом со зданием поставили памятник. В послевоенные годы дом журналиста перестал быть культурным центром столицы, так как в Москве появились новые площадки для работников искусства, но остался своеобразным профессиональным клубом для работников печати. В 1962 году постановлением ВЦСПС дом журналиста передали введение о правлении Союза журналистов СССР. С 1989 года здание дом жура является памятником истории и культуры. Сегодня дом жур – одно из популярнейших мест Москвы, причем не только у журналистского сообщества. Теперь вход сюда открыт для всех. Здесь ежедневно проводятся различные пресс-конференции, устраиваются круглые столы, диспуты, творческие встречи, семинары, выставки, концерты, фестивали, презентации новых книг, творческие вечера писателей, журналистов и музыкальных коллективов. А в самом здании расположены – концертный зал, мраморные и каминные залы, розовая и голубая гостиная, современный кинозал, синий зал, кафе, рестораны и проспект. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк!